Как работает сценарий поведения в торговой точке? Из списка клиентов нам необходимо выбрать одного, которого сейчас хотим посетить. И создаем документы. Программа сразу предлагает сделать фотоотчет. И других вариантов на данный момент нет. Делаем фотоотчет. Итак, фотография снята, это может быть витрина, либо вывеска. Выходим в список документов и видим некую последовательность действий. В данном случае посещение, которое мы только что отработали. Следующим активным документом идет остатки. А два последующих заявки посещения на конец визита у нас пока еще не активны. Они недоступны, пока мы не выполним предыдущий. Делаем съем остатка. Выбираем продукцию. И делаем все остатки. Вот мы сделали какой-то мерчендайзинг. Теперь у нас доступна заявка. Делаем заявку. В данном случае мы выбираем также товар. Заказываем какое-то количество. И выходим опять же в список документов. Вот три документа у нас уже отработаны. И остался последний на сегодня. Если мы его не заполним, этот документ, то сценарий в рабочем месте руководителя будет считаться неполным. Заполняем. Также по аналогии мы делаем фотоотчет. Возможно дописать какие-то комментарии. И когда уже фотография сделана, то есть, например, качество расстановки товара на витрине, мы можем этот документ сразу же отправить. То есть полностью. Все. Все. Сценарий в офисе.